У кого возникало нарисовать эти подводные камни с бликами, когда ты на них смотришь? Поднимите руку, это я! Сейчас я вам покажу пошагово, как нарисовать эти камушки акриловой краской. Почему акцент на акрил? Потому что это не просто, потому что маслом легче всего нарисовать, и такие техники используются именно маслом, потому что акрил быстро сохнет, и все боятся, и даже не берут во внимание, что можно нарисовать акрилом. А я покажу, как это сделать легко и быстро акрила. Главное, главное, вы должны понять, что не надо стараться нарисовать сразу. Нужно все как пазлики мы собираем. Я на каждом МК и на каждом уроке это рассказываю. Для работы нам понадобится кисть, плоская, средняя и круглая маленькая, салфетка и краски. Референсом я взяла ту фотографию, которую сфотографировала, будучи в отпуске. Выбрала самое удачное с бликами, сделала их более ярче, контрастнее. Если вас пугает какая-то идея, заходите в PixArt, выбирайте эффект маслом, и оно у вас разобьет прям по слоям и по ячейкам эту картинку. То есть не пугайтесь любой историю. Любую историю можно нарисовать. Итак, я беру холст. Холст, скажу честно, не очень хорошего качества. Видите, он неровно натянут, поэтому берите хорошо натянут. Я всегда делю холст на половинки и образовавшиеся половинки на еще половинки. Но на своих МК, чтобы было понятнее, как нарисовать вам, с чего начинать и с чего приступить. Вот отмечаю зонально, где будет вода и где будут сами камни, чтобы вы понимали по пропорциям, потому что пропорции – это очень важно. Если вы ошибаетесь с пропорциями, глаз наш вообще устроен очень прагматично и очень четко. Это уже доказано, что есть формы, которые воспринимаются глазом, есть движения, которые воспринимаются глазом, это слева направо, а остальное все не воспринимается. Поэтому какие-то работы являются шедеврами, а какие-то работы просто красивые или некрасивые вовсе. Камни, формы вы можете выбирать, какие хотите. В этой работе у меня более острые формы. Есть работа на Boosty, моя обучающая платформа. Там пошаговый урок, как рисовать более обтекаемые камни с более сильными бликами. Знаете, как галька из нашего детства. Вот, если хотите, заходите, там не только такие уроки. Там много уроков по работе со смолой, с разными техниками. Техники цветов, взрыв мозга, море пошагово и ячейки. В общем, там куча уроков. Заходите, смотрите. Заранее, ребят, дико извиняюсь, будут вот такие кадры, где я влезаю с палитрой и с телефоном. Я неудачно выбрала ракурс телефона, думала, что будет лучше, если поставлю прямо, чтобы вам показывать. А оказывается, когда рисовала, не заметила, что влезаю прямо. Смотрите. Итак, наши цвета, которые мы брали в начале, я смешиваю всегда и не рисую однородным цветом. Здесь я внизу, в первый слой, сделала подмалевок из зеленого с темно-зеленым и слегка коричневым. Во второй подмалевок я добавила горчичный и терракотовый. И, видите, рисую пятнами слева направо где-то больше горчичного с терракотовым, где-то больше белого с горчичным. И рисую прям вот реально грубыми пятнами. То есть не старайтесь даже делать амбре и четкие переходы. Сейчас не тратьте на это энергию. Делайте просто пятна. Не переводите цвета в цвет. То есть главное, сделайте контуры по вашим формам и вашим камням. И какие-то сделайте более темными, какие-то светлые. И не только, чтобы весь камень был светлый. То есть первый подмалевок вы можете весь камень сделать зеленый. Второй подмалевок сделайте какой-то угол более светлый, более темный. Какой-то угол или серединку более терракотовую, более горчичную. То есть понимаете, разделяйте камни на цветовые формы. То есть не делайте прям однородно. Это будет как детский сад рисунок смотреться. Ну, в любом случае, вот сейчас все видно. Я показываю, что где-то я делаю прожилки более глубокие, темные. Где-то более светлые. Но вот все камни у меня нарисованы, именно зона камней, они нарисованы в палитре от зеленого до цвета горчицы. Иногда я добавляю терракот. Но здесь нет цвета морской волны. Вот когда, где отмечена у меня вода, когда камни будут переходить в воду, тогда я буду добавлять цвет морской волны. Видите, уже меняется оттенок. И голубой. Его я мешаю между черным или белым. Где-то более темным, вы видите, там я добавляю чуть-чуть, крапиночку-крапиночку черного. Где светлые, я там добавляю белые. Но соединяю вот к камням, я добавляю зеленого. Зеленый вместе с морской волной и белым. И чуть-чуть желтый, чтобы был такой салатовый эффект. Салатовый цвет дает сияние, эффект сияния. То есть, если вы хотите, чтобы прям был как блик, то добавляйте туда желтенький. И он будет прям вот солнечное сияние давать. К концу холста, там где у меня вода, максимально увожу в светлый. Это будет давать ощущение, как будто, знаете, как будто ты сквозь воду просматриваешь выход на поверхность. Вот как-то так. И возвращаюсь к камушкам. Здесь начинаю более четко давать прорисовки. То есть, более четко на камни давать блики. Потому что, в любом случае, на первом видео вы видели, что сквозь воду ты не видишь... Ты, конечно, видишь камни, но ты видишь максимально яркие блики солнца. То есть, вот сейчас я как раз и делаю более светлые блики. Я даю, если где нужно затемнить. Затемняю цвет какой-то или угол. И смотрите, не старайтесь делать сразу блики белым. Мы, когда смотрим на блики воды и под водой наши камни, мы видим ярко-такие желтовато-светлые солнечные блики, как паутинка. Вот не старайтесь сразу делать их. Сделайте, начните, как бы парадоксально это не звучало, но начните с темных зон. Начните обозначать темные пятна. И только поверху их прорисуйте светлые. Вот это так работает. Это работает на контрасте. То есть, почему мы видим светлые облака? Потому что за ними темный фон или контрастно-яркий фон. Почему мы видим светлые яркие блики? Потому что за ними или рядышком прям с ним лежит какой-то темный фон. То есть, поймите это, да? То есть, блики будут смотреться ваши ярко, если рядом с ними будет контрастный какой-то цвет. Вот только тогда приступайте к бликам. Ну, на видео вы все видите, да? Вы видите, как я обозначаю темные места, как я определяю какие-то светлые пятнышки и только потом добавляю более яркого цвета. Чтобы сделать движение по воде и эффект движения, эффект именно воды, я смешала голубой и белый. И кисть у меня максимально чистая водой смытая и такая полупрозрачная. То есть, это не чистый цвет, там, голубой с белым. Он очень плотный. А вот такие вот движения воды, чтобы это было как будто даже пузырьки где-то, где-то блики, это вот полупрозрачная кисть. Кисть, которую я прям максимально разбавила с водой. То есть, если вы хотите делать блики воды, то вам нужно сначала прям цвет вывести на салфетке или где-то там на палитре, чтобы он был максимально прозрачный. И несколько раз повторить. Как рисуются блики? К сожалению, я когда записывала, у меня стерся этот кусочек. Да, такое бывает. Но я рисую блики как? Я ставлю пятнышко, ставлю белое пятно, прям максимально насыщенное. И пальцем несколько раз ударяю по нем, чтобы был вот такой размытый эффект. На некоторых вы прям можете увидеть, особенно вот ближе к правому блику, там прям видно. То есть, несколько раз поставили пятно, пальчиком побили по нем, и еще раз поставили. И когда вы рисуете блик, рисуйте сначала светло-светло-желтеньким, также пальчиком разбили. Если вам нужны такие типа вот как звездочки, чтобы от них отходили блики, то тоже кисточкой вот так вот размазывайте хорошо. Ну, в принципе, вот еще перекрыла смолой, чтобы эффект был больше. Для тех, кто хочет тоже перекрыть смолой, совет. Когда вы рисуете акрилом, дожидаемся, когда высохла наша работа, берем мыльную тряпочку, ну не так, чтобы прям стекало, но смачиваем в мыльце и проходимся по нашей работе. Или спиртовой салфеткой, прям хорошо-хорошо спиртовой салфеткой, чтобы убрать жирный блеск от краски, потому что на него плохо с проплешинами наложится смола. Вы где-то на моей тоже увидите это. И перекрывайте средней вязкости смолы или густой, которая уже набралась вязкости. Мою я отшлифую и второй раз перекрою, чтобы было максимально ровно. Ну, так это тоже не портит. Надеюсь, вам понравилось.